В рамках наведения парадка было сделано благоустройство города, сделан стадион, сделан дом культуры и благоустроены дворовые территории, улицы и был заложен парк. Сегодня мы в честь 35-летия, 35 с вами узколистных кленов, и на сегодняшний день это есть зона отдыха, здесь посажено 270 деревьев за это все время, и, конечно, мы видим, что на Болгострате детская площадка, и здесь детям куда прийти, просто-напросто зона отдыха. Ну, то есть центр поселка идеальный. Ну, хотелось бы, коль мы по примеру Копуси, как когда-то мы в Копуси определялись, как благоустраивать небольшие городские поселки, конечно, это городской поселок, надо понимать, что это центр района, поэтому это уровень выше, чем Копуси. Но, тем не менее, элементы Копусского благоустройства должны быть здесь задействованы. В каком плане? Там мы свободные площади земельные огородили по 20, по 10, по 8 соток, ну, сколько получалось по местности. Огородили, человек приходит, вот, пожалуйста, покупай этот участок, строй себе дом, поэтому надо и здесь так сделать. То есть в этом плане, вот, такой хороший опыт не только поселков, но и районных центров проведения в порядок, а может, где-то еще в агрогородках, может, и в крупнейших городах таким образом вести застройку. Вот на это надо обратить внимание. В Брагине это однозначно надо делать. Ну, для такого поселка, как Брагин, идеально. Центр есть, куда людям прийти, заняться спортом. Надо поддержать вот эти наши 5-6 южных районов, именно это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли. Как эти земли защищать, если тут людей не будет? И не забывать надо все-таки местное сырье. Природный газ дешевым не будет. Нефть, природный газ, а местные виды топлива предостаточно. Плюс электричество. Надо подводить. Поселки, районы, районные центры надо таким образом благоустраивать. И агрогородки. Агрогородки.